От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Младший лейтенант Леонид Николаевич Жилин попал на фронт после окончания Харьковского артиллерийского училища противотанковой артиллерии Летом 42-го года Прямо на Брянский фронт Затем участвовал в Курской битве Освобождал Украину и Белоруссию Боевое крещение Командир взвода 45-мм пушек Прозванных «Прощай, Родина» Получил во время зимнего наступления Начала 43-го года Артиллеристам приходилось толкать пушки Под огнем противника в передовых порядках Кругом рвались снаряды, мины Пули свистели и трассирующие И такие, которых не видно Кругом падают убитые, раненые Снег Мне так страшно стало Что я встал в полный рост Между двумя пушками И стал командовать стоя И мечтал, скорее бы меня убило Так было страшно Ко мне подбежал комиссар батареи Схватил меня за воротник Швырнул снег с силой И резко сказал Ты что, хочешь, чтобы тебя убило? А кто родину от фашистов будет освобождать? У меня как-то в голове просветлеет Стало просветляться, просветляться И я пришел в нормальное состояние И уже и лежа, и в полусонком состоянии Продолжал командовать взводом Особенно Леониду Николаевичу Запомнился первый день Курской битвы Его взвод занимал позицию На танкоопасном направлении В 800 метрах от передовой Началось сражение С массированной артподготовки Три часа мы находились Под страшным огнем На брусьверах взрывались Снаряды, мины, бомбы Ничего было не видно Дым сплошной был Дышать было трудно В горле першило Когда немцы перенесли огонь Артподготовки Дальше в глубину нашей обороны Дым стал рассеиваться Я высунулся из окопа До этого было нельзя высунуться Все бы снесло голову И я просто был в недоумении Я не знал, что так будет У нас был сектор обстрела Задача была не пропустить немецкие танки В нашем секторе обстрела А здесь по всему полю двигались танки Я стал считать Насчитал до ста И сбился со счета Потому что они то останавливались То вперед двигались Впереди шли знакомые нам по картинкам И по рассказам Фердинанды Тигры За ними шли танки Т-4 Собственными глазами Тигры Леонид Николаевич Увидел впервые Хотя кое-что слышать о них Доводилось Я как командир знал Что Тигров и Пантер мы не пробьем Не вытерпели, не выдержали Выкатили орудия И открыли огонь Каждая пушка по 10 снарядов выпустила По передовым головным танкам Три снаряда только взорвались на броне Остальные рикошетировали Лейтенант Жирин решил больше не тратить снаряды зря Но и без Тигров достойных целей было достаточно Подошли, когда немцы метров на 400 Мы выкатили орудия из укрытий И быстренько как-то подбили 4 немецких танка Т-4 Потом немцы подвозили на бронетранспортерах пехоту Прямо к наступающим цепям Те немцы, пехотинцы спрыгивали Вставали в цепь А бронетранспортеры разворачивались И уходили за следующей партией Так мы два бронетранспортера подбили с пехотой И они еще и выпрыгнуть не успели Немцы не могли позволить и дальше безнаказанно Уничтожать свою пехоту и бронетехнику Это понимали и сами артиллеристы и командование Взводу лейтенанта Жилина было приказано уйти на запасные позиции Меньше 100 метров, метров 80 мы отъехали Немцы таким огнем накрыли наши огневые позиции Взорвались снаряды, которые мы там бросили Немецкие снаряды взорвались От нас бы мокрого места не осталось Леониду Николаевичу доводилось воевать и на более мощных пушках Но до сих пор его главной фронтовой любовью Осталась скромная сорокопятка Они чем славились? Они легкие, управлялись небольшим расчетом И очень меткие Прямой наводкой с расстояния двух километров Мы попадали в амбразуру Дзота Она небольшая, наверное, сантиметров 40 по высоте Сантиметров так, 50-60 в ширину Попадали, прямые попадания были у нас И так же вот по вражеским огневым точкам И по ихним орудиям попадали Вот, так что я с любовью отношусь Когда я оказался на Поклонной горе в музее И увидел на втором этаже сорокопятку Я обнил ее Субтитры сделал DimaTorzok